Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах летних. У нас сейчас в Сиднее уже зима, очень холодно, слякотно. Ну, снега нет, конечно, но тем не менее, идут дожди. В общем, неприятная такая погода. Я, конечно, люблю лето, я люблю, когда жара, я люблю, когда солнце, когда воздух плавится. Так что я желаю вам прекрасного жаркого лета. И сегодня мне было очень приятно достать из моего шкафа именно ароматы летние, которые я носила летом, которые я любила летом, которые у меня некоторые появились именно летом. И хочу вам их показать, рассказать о них, какие-то свои ассоциации. И давайте начнем. Первые два аромата у меня появились летом, в начале лета. Это вот эти вот два аромата, Роберт Пеге, Мадемуазель Пеге и Даглас Ханант. Мадемуазель Пеге – это аромат о флёр д'оранже, о апельсиновом цвете. Флёр д'оранж сам по себе очень яркий аромат. Он яркий, радостный, сочный. Такой вот просто аромат вихрь. И вот здесь это присутствует. Он сладкий, он такой немножечко медовый, тягучий, кремовый. Ну, аромат очень радостный, аромат очень такой, ну, позитивный, да, стойкий, шлейфовый. Любила я его очень носить этим летом, честно говоря. Ну, знаете, приходит на ум такая немножечко авантюристка в пышных юбках. Вот она бежит куда-то. Ну, вот что-то такое. Аромат такой Остап Бендер, только девочка. Такая вот Манмуазель Пеге. Она такая вот коварная, вроде мягкая и нежная, и в то же время непредсказуемая. Очень мне нравится она. А Даглас Ханант — это более такая уже наивная детская история. Ну, для меня, я не знаю. Это Тубероза. Туберозу я обожаю. Будет много, кстати, ну, немного, ну, несколько ароматов с Туберозой. Я люблю летом. Здесь Тубероза такая кремовая, какая-то по-детски наивная, с нотой груши. Здесь очень красивая, кстати, в этом аромате груша. И летом этот аромат звучал, ну, просто восхитительно. Очень долгое у него звучание. Очень нежное, обволакивающее, ненапрягающее. Знаете, в жаркий день он носился просто, ну, 100% отлично. Отлично. Отлично постоянно был в моей сумке. Постоянно. Это как бы показатель. Следующий аромат, который у меня появился в этом году, это Дан Ле Пол. Он у меня появился в начале лета, и это был подарок. Дан Ле Пол и Витон. Это был подарок, сама бы себе я бы его никогда не купила в жизни. Потому что при первом вот вдыхании мне показалось, что это какой-то кошмар вообще. Что это такое и как это можно носить. Но это мне только показалось, когда я его нанесла на себя и пошла по делам. Он раскрылся, ну, просто восхитительно. Это кожа и жасмин. Не знаю, там еще, по-моему, что-то есть. Абрикосы или персики, что-то такое. Но я слышу вот реально кожу, такую, может быть, даже замшу какую-то, и жасминовые цветочки. Это фантастика. Он не похож вообще ни на какие ароматы кожаные, которые у меня есть. Прекрасный, прекрасный на лето. Хочу сказать, на мне он очень стойкий, в отличие от других ароматов этой линейки. Но вот на мне вот он очень-очень стойкий. Конкретно этот. Дальше. У меня большая любовь летом всегда с дюн. Дюны от Кристиан Диор. Дюны — это такая классика. Дюны были у моей мамы, когда я еще была в школе училась. Я их с удовольствием носила. Постоянно у нее брала, пшикала с ними. Конечно, мне кажется, что это было, наверное, не по возрасту. Но я балдела. Я балдела и сейчас продолжаю от них балдеть. Они вот... Они элегантные. Они какие-то, вы знаете, аромат... Ну, может быть, это реклама, вот, играет такое значение. Аромат странствия, аромат, знаете, пустыни, да, вот как там в рекламе. Да, нагретый солнцем песок. Вот все вот это есть в этом аромате. Специи какие-то, жженые. Вы знаете, ну, он прекрасен. Он прекрасен, аромат вне времени. Дюны обожаю. Обожаю именно летом. Дальше летом, только исключительно летом, я ношу Шанель номер 5 версия... Ой, Шанель номер 19, пардон. Версия пудровая. Это красивый пудровый ирис. Зеленые стебли. Много, пардон. Ой, много пудры, много пыльцы. Он великолепный. Вот именно на лето. Также летом у меня появилась реплика от Maison Martin Margiela. Lazy Sunday Morning. Я уже говорила много раз об этом аромате, не буду повторяться. Классный, освежающий летний аромат. Такой аромат чистоты, аромат свежих простыней. Ну, здесь все написано. Мускусный, мускус здесь чистый, искрящийся. Такой, знаете, как нагретый немножко солнцем. Ну, классный. Классный именно на лето. Сейчас я уже носить его не буду. С удовольствием ношу Эду Сеслей. Двоечка. Летом. Это аромат, знаете, таких кочевников. Таких шатров, которые вот, знаете, кибитки-кибитки. Вот они перед... Что-то есть в нем цыганское в этом аромате. Не знаю почему. Аромат леса, аромат... Аромат таких вот длинных волос. Вот знаете, ну, я знаю, у меня длинные волосы. Когда нагреваются они на солнце, вот что-то такое вот пахнут так же. Очень классный аромат. Вообще Сеслей Марка, конечно, потрясающий. Вот такой аромат. Люблю. Ну, летом. Летом у меня появилось вот это вот чудо-аура от серии Мюглер. Я просто вот один раз его нанесла в магазине, и все. Я пропала. Я поняла, что мне это нужно. Я приехала домой. Я не могла оторвать свой нос от своего запястья. То есть я постоянно вдыхала-вдыхала это место, куда я его нанесла. Кайф. Аромат просто грандиозный, странный. Но в процессе носки ты уже не замечаешь эту странность. И сейчас он мне вообще не кажется, честно говоря, странным никаким. Прикольный. Очень прикольный ваниль с какой-то зеленью, с какими-то такими... Ну, джунглей. Ну, потому что еще, опять-таки, реклама. Многое значит, конечно, реклама. Красивый. Летом на нагретой коже он прям плавится. И потрясающе раскрывается. Дальше. Весной я попробовала. Летом он у меня появился. Мне привезла мама. Подруга мне подарила. Это Шанель Габриэль. А летом она раскрывается просто вот какими-то сливочными цветами. Сливочные цветы. Невероятно стойкая. Вначале, да, там есть цитрусовый старт, но потом там его и близко вообще. Он улетает. Что, кстати, зря. Мне бы вот нравилось, если бы он был подольше. Классный сливочный и бело-цветочный аромат. На каждый день, куда-то на выход, стойкий, под любое настроение, под любой вид. Хоть бы то простое белое платье, будь то какой-то вообще деловой костюм. Универсальный такой аромат. Далее, аромат, в котором я встречала Новый год. Это Шанель номер пять премьер. Мы с Алисой недавно делали видео. Охлаждающий. Вот он охлаждающий аромат. Незаменим для меня летом. Обожаю его. Обожаю яркий, шипучий, прохладный, роскошный, элегантный альдегиды. Вот просто вот такие альдегиды холодные. Очень их люблю. Далее, обожала. Вот у меня появился набор Байреда. Джипси Вот. Джипси Вот, и я вообще не делала на него никаких ставок, что мне понравится, что он мне как-то зацепит. Но это меня реально зацепило. Он пахнет какой-то кожей ребенка, знаете. Вот он такой детский и наивный. Я не знаю, что туда положили. Но там я чувствую Сантал очень так ярко здесь. Сантал, но он в то же время такой какой-то размытый, полупрозрачный, молочный. Ну, на мне он раскрывается дивно. Просто дивный аромат. Не знаю, вот закончится вот эта пробирочка. Может быть и куплю себе 50 миллилитров. Может быть и нет. Не знаю. Вот жду, пока закончится. И из того набора Байреда, который у меня был, там был еще аромат Бланш, который, конечно же, у меня появился в большом варианте. Мне подарили его на день рождения. Бланш, я опять-таки рассказывала о нем в видео с Алисой. Я видео это поставлю вниз. Ароматы, которые самые освежающие ароматы. Пять. Вот он входил в их число. Потрясающий, охлаждающий. Вот просто вот реально, если вам очень жарко, если вы в жарком климате и летом, душно, и вы хотите продлить вот это ощущение после прохладного душа утром, вам сюда. Вот он реально продлевает ощущение чистоты и свежести летом. Вот так. Далее. Куда же без терракоты от Герлен? Это вот такой самый-самый летний аромат. Предсказуемый. Ну да. Это крем для загара. Это нагретая на солнцем кожа. Это вообще папайя, маракуйя, ланг-ланг, нероли. Все-все-все вот в одно. Это аромат отдыха. Аромат, который вы можете взять с собой в путешествия куда-то, в отпуск, в жаркие страны, к бассейнам, к океанам. И к морям. И потом, приехав, все еще вдыхать его и вспоминать эти прекрасные веселые дни, когда вы отдыхали и носили этот аромат. Классный. Очень классный. Но для меня он немного сладковатый. То есть с ним надо быть аккуратным. Если его переборщить, он такой получается немного приторный. Дальше у меня появился аромат вот этот. Жадор от Dior. Летом, 14 февраля, мне его подарили. Восхитительный. Восхитительный. Я вообще уже говорила сто раз, что как-то не обращала внимания на Жадор. Но вот он у меня появился. Посмотрите, сколько здесь уже нет. Это белые цветы, это тубероза, это груша, это дыня и на нагретые солнцем кожи. Это просто, вы знаете, как самое шикарное белое летнее платье. Потрясающий аромат. Летом носила его с удовольствием. Стойкость потрясающая. Шлейф. В общем, 100% летний аромат. Очень красивый. Дальше, дальше два аромата от бренда Миколев. Один Ананда. Это классическая Ананда. Вот такая беленькая лапочка. Это аромат счастья. Это аромат, знаете, девушки, женщины, девочки, которые просто любят жизнь, которые наслаждаются каждым днем, которые... Радость. Аромат радость, знаете. Здесь мускус. Здесь цветочная пыльца. Здесь груша. Грушевые ароматы вообще с нотой груши очень классно идут на лето. Вот как мне кажется. Не знаю. Аромат, вот когда вы его вдыхаете, у вас автоматически улыбка на лице. Но это немаловажно. На лето он очень красивый. Он искрящийся, он, ладно, скроенный. Он такой округлый. Красивый. Очень красивый. Рекомендую, если вы вдруг все не пробовали, попробуйте. А это совсем другая история. Противоположность вот этой вот такой искрящейся радости. Это аромат хищницы. Это хищный аромат. Это тубероза. Это аромат просто с когтями, реально. Роскошная тубероза, густая, насыщенная, которая цветет именно вот зимой. Которая цветет ночью. И вот своим вот этим вот околдовывающим ароматом собирает вокруг себя вот этих насекомых бедных. И она их пожирает. Ну, не, она их не пожирает, конечно. В общем, аромат настоящей женщины. Когда вот в этом аромате вы, у вас спина выпрямляется. У вас осанка, у вас каблуки. У вас как-то вот, ну, у вас не каблуки, неправильно сказала. Он, в общем, вас как-то немножечко приподнимает над землей, делает вас более уверенной. Потрясающий. Потрясающая тубероза, ну, по чуть-чуть. В малых дозах. Если многое с ней переборщить, голова заболит и у вас, и у окружающих будет всем капут. Дальше, Comme des Gersons d'Ot. Обожаю этот Eau de Parfum. Туалет, Eau de Parfum, парфюмированную воду. А я ее люблю и зимой, и летом, честно говоря. Это странный аромат, ни на что не похожий. Я уже говорила, что он пахнет Божьими коровками, и так и есть. Вот, вот, хоть что вы делаете, вот он пахнет Божьими коровками. Знаете, когда Божья коровка ползет вот так по руке, и оставляет такой желтый след, вот этот секрет. Вот этот секрет пахнет вот этой вот парфюмированной водой. И фрукты. Здесь еще фрукты. Много-много-много разнообразных фруктов. Цитрусы сразу слышатся. Такие немножко перезрелые фрукты. И вот этот вот аромат Божьих коровок. Классный. Очень хороший аромат. Попробуйте. Он такой необычный. Летом у меня появилась на Сомата наркотик Винус. Летом в жару упоительно. Это вот просто феерия, восторг, реальный наркотик. Вы его начинаете носить и не можете оторваться. Здесь белые цветы. Здесь жасмин, здесь тубероза. Здесь очень красивые лилии. Вот мои любимые лилии. Я обожаю лилии. И здесь это вот все вместе. Сначала то жасмин, потом тубероза, потом лилии. Потом они сплетаются. И это вы уже вообще просто теряете голову. Потрясающе. Следующий аромат. Не буду о нем много говорить. Это Корнел Флава от Фредерик Маль. Естественно. Куда без него. Обожаю его на лето. Нашу только летом. Это гениальный аромат. Это гениальная, гениальная тубероза. Тубероза такая с зеленью. Сочная, горьковатая, терпкая. Ой. Вообще, вообще. Попробуйте. Вдруг не пробовали еще. Потрясающе. И будет еще два аромата от Сержи Лютанса. Вот такие два аромата. Юнбуа Ванил и Датуре Нуар. Юнбуа Ванил. Ванильный лес. Я его обожаю. Это мой летний аромат. Я ношу его только летом. Я понимаю, что зимой он, наверное, тоже будет классно согревать вас. Но когда-то мне его подарили именно на Новый год. Новый год у нас лето. Я его полюбила именно летом. Это лес. Это ваниль. Это ваниль такая, знаете, сухая, с горчинкой. Негурманская. Такая вот... Она, конечно, сладкая. Но, тем не менее, может быть за счет кокоса. Я не знаю, есть там кокос или нет. Вот что-то тут придает такую пикантность. Аромат пикантный. Аромат раскрывается просто восхитительно. Шлейфит. Именно летом он очень стойкий. Попробуйте. Если она у вас есть, попробуйте поносить ее летом. Будет очень хорошо. И Датура Нуар. Опять-таки Тубероза. Тубероза хищная. Тубероза колдовская. Магическая. Не зря аромат называется Датура Нуар. Ночная такая королевская. Такая, знаете, вальяжная. Ну, женщина, которая умеет очаровывать, околдовывать. Должна иметь этот аромат. Ну, это я не про себя, конечно. Но аромат классный. Аромат очень женственный. Аромат в течение дня раскрывается красиво. Мне очень кремовыми цветами, нотами. Потрясающе. Потрясающе. И на этом все. На этом все. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Как бы... Ну, я немного говорила о каждом аромате. Потому что так или иначе, я обо всех этих ароматах уже сто раз говорила. Ну, всегда приятно посмотреть разные флаконы и кто чего носил этим летом. Пишите, пишите, что вы носили этим летом. А что носите, точнее. Может быть, что планируете купить. А я пошла. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. С вами была Аленка Блок.